Вязание с толстой фактурной пряжи – тренд этого года. Теплые шарфы, шапки, кардиганы ручной работы связать по силу и детям, и взрослым – именно на это сделали ставку организаторы проекта «Тую Хульгу». И не прогадали. Всероссийский союз молодежи по достоинству оценил идею. Прикладное искусство, народное творчество вообще широко развито. Существуют такие традиционные техники, а мы предлагаем совершенно новый взгляд и плюс еще расширяем его за счет своих образовательных сессий, на которых мы рассказываем, такие короткие красивые презентации, на которых мы рассказываем, как красиво и как интересно использовать народные мотивы, народные традиции. Чтобы научить детей, организаторы сначала сами прошли школу мастерства, и Лена, например, лично ездила в Москву набираться опыта. Сами тоже готовим эту пряжу в домашних условиях для мастер-классов. Мы используем мереносовую шерсть. Закупали оборудование на средства, выделенные в рамках гранта. Закупали прялку, кордеры, которые помогают нам готовить эту шерсть. Обрабатываем ее дома. Процесс производства одного матка или, допустим, 5 килограмм занимает 5 дней. Без разницы. Просто пряжа долго сохнет. Туюхульгу обошел несколько регионов Сибири. Добиться получения гранта внушительной суммы было сложно, но, возможно, уверяют организаторы. Главное, это стоящая идея и грамотная самопрезентация. Среди других творческих кружков вязание толстой пряжи из овчины – своего рода инновация. К тому же организаторы добавили изюминку – роспись валенок. Этнический хакасский рисунок на традиционной русской обуви стал еще одной фишкой проекта – непрерывный узор. Мне нравится именно этот стиль «Аля Рус». Он становится популярным. Я думаю, что это будет продвигаться. Сейчас очень многие мировые дизайнеры свое творчество его добавляют. В непрерывном узоре за время реализации гранта поучаствовали сотни жителей республики. Мастер-классы прошли в Кривеческом музее, ЦДТ, Центре реабилитации для детей-инвалидов, а также в детских домах. Главное условие, которое постарались выполнить организаторы – научить понимать народные традиции и сохранить их с помощью творчества. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакассия.